Узор волны. Узор волны чем-то похож на зигзаг, но получаются не такие резкие уголки, поскольку вот видите прибавление и убавление они как бы распределены. То есть ни в одной точке, поэтому получаются не острые углы. В этом узоре у нас раппорт 15 петель. Мы свяжем 2 раппорта. Я вот набрала цепочку из 30 воздушных петель. Вяжем 3 петли подъема и 4 столбика с одним накидом в четвертую от крючка петлю начальной цепочки. Дальше у нас, вы видите, будут веерочки из 5 столбиков с накидом, но в данном случае роль одного из столбиков выполняют петли подъема. Вот мы связали такой веерочек. Дальше вяжем 2 столбика с одним накидом, пропуская по одной петле воздушной цепочки. Между столбиками воздушные петли не делаем. Теперь нам нужно связать вот на нижнем перегибе 2 столбика с одним накидом с общей вершиной и также пропуская по петле начальной цепочки. Вот это у нас получился нижний перегиб. Также 2 столбика с одним накидом через петлю начальной цепочки. Теперь в верхнем перегибе мы вяжем веерочек из 5 столбиков с одним накидом. Это мы связали 1 раппорт, вот одну такую волну. Идем дальше. В следующую волну тоже вот вяжем веерочек из 5 столбиков. Тут уже петли мы не пропускаем, прям в следующую петлю. 3, 4, 5. Два столбика с общей вершиной также через петлю. И в последнюю петлю начальной цепочки веерочек из 5 столбиков с накидом. с одним накидом. 1, 2, 3. Ну как всегда первые ряды вязать сложнее. А дальше уже все пойдет одинаково и будет гораздо проще. Первый ряд мы закончили. В общем-то вы видите уже волна сформировалась. Второй ряд. Одна петля подъема. Столбик без накида над последним столбиком. Во второй столбик. И дальше мы вяжем столбики без накида через воздушную петлю. Воздушная петля. Пропустили столбик предыдущего ряда. Воздушная петля. Пропустили столбик предыдущего ряда. Воздушная петля и столбик над столбиками с общей вершиной. Воздушная петля пропустили. воздушная петля, пропустили, воздушная петля, и над последними двумя столбиками мы вяжем по столбику с накидом. Над последними двумя столбиками веерочка предыдущего ряда. Переходим к следующему рапорту. Здесь тоже два столбика, и дальше у нас идут столбики через воздушную петлю, и здесь мы тоже пропускаем. Для того, чтобы проконтролировать, что мы не ошиблись, обязательно столбик без накида над столбиками с общей вершиной. И заканчиваем наш ряд так же, столбики через воздушную петлю. Воздушная петля, и здесь вяжем в конце два столбика без накида, последний из них идет под петли подъема. Теперь мы переходим вот к рядам, которые у нас повторяются. Здесь уже будет все проще. Три воздушных петли подъема, четыре столбика с одним накидом. Вяжем такой же веерочек, как мы вязали в первом ряду. Петли подъема считаем первым столбиком, то есть фактически веерочек как бы из пяти столбиков. Вязали. Дальше вяжем столбики с одним накидом под воздушные петли. Здесь уже пошло проще. Вот под воздушные петли. И здесь то же самое, вот два столбика с общей вершиной тоже будут под воздушные петли. Два столбика. То есть вот этот ряд уже вязать намного проще, уже не нужно считать петли начальной цепочкой, просто вяжем вот веерочек. Следующий мы вяжем под столбик, то есть не под воздушные петли. Вот для этого мы тут и делали два столбика подряд, чтобы под него сделать веерочек. Пять столбиков. Следующий веерочек прям под следующий столбик вяжем. Так же пять столбиков с одним накидом делаем. Дальше столбики под воздушные петли. Два столбика под воздушные петли. Два столбика с общей вершиной, так же под воздушные петли. То есть в этом узоре самое главное следить, чтобы вот перегибы шли ровной линией. Так же под воздушную петлю. И в конце ряда веерочек. Вот в последний столбик веерочек из пяти столбиков с одним накидом. И дальше мы вяжем так же, как мы вязали второй ряд. Ну, вот здесь он тоже называется вторым. Но повторяющийся ряд. Вяжем два столбика без накида. И дальше вяжем столбики без накида через воздушную петлю и пропуская столбик предыдущего ряда. Обязательно над столбиками с общей вершиной должен быть один столбик. Здесь пропускаем. Вот эти вот веерочки. Два столбика на вершине верхнего перегиба. Еще два столбика. Это уже следующий раппорт. Здесь через воздушную петлю и с пропуском столбиков предыдущего ряда. Обязательно столбик над столбиками с общей вершиной. В общем-то, дальше узор будет повторяться. То есть и заканчиваем мы двумя столбиками без накида. Самый последний идет под петли подъема, который мы тоже считали первым столбиком. Вот мы получаем такой узор волны. Также, как и в зигзаге, вы можете увеличивать вот эту волну, то есть добавляя вот столбики.